Всем привет! Вы на канале Коля Диагомастер. И сегодня мы распакуем альфон XR. Желтый. Это мне купил папа. У меня недавно был альфон 5s. По-первых, он не старелый, что он уже... ну, короче, он с ним захопал. Вот. Вот. Альфон XR. Это его спереди. На коробке он сам загружен. Сзади он. Ну, написаны все его характеристики. 64 кВт. И что там в внутренности есть. Там, значит, есть Lightning, USB адаптер, питание USB. Поддерживается Bluetooth и разные другие функции. Вот. Давайте распакуем его. Давайте расскажу характеристики альфона XR. Задняя панель альфона XR выполнена из зеркального стекла. Что, среди прочего, позволяет заряжать его при помощи беспроводной зарядки. Рамка сделана не из хирургической стали, как у iPhone X, XS и iPhone XS Max, а из привычного по старым iPhone алюминия, как у iPhone 7. Если грубо, то спереди со стороны экрана iPhone XR представляет собой 6-вюймовую версию iPhone X. Тогда как задняя панель является увеличенной копией iPhone 8. iPhone XR получил 6-дюймовый LED, а не OLED, как у iPhone XS и iPhone XS Max. Экран с разрешением 1792 на 828 пикселей. Он выполнен по технологии Liquid Retina. Apple называет его нашим самым продвинутым ЖК-дисплеем. Инженеры Apple придумали и воплотили в жизни уникальный микс жидко-кристаллического дисплея от края до края с закруглением по углам. Благодаря самым современным решениям, вроде True Done и продвинутой цветопередачи, он обеспечивает живую, словно напечатанную на бумаге картинку. Кроме того, куплетиномцы портировали на ЖК-дисплее ранее эксклюзивную для OLED-экрана функцию с блокировкой одним прикосновением к экрану. Apple не оснастила экран iPhone XR поддержкой 3D Touch. Это означает, что жесты, пик и поп – это нажатие с усилием на иконки приложений для получения меню с действиями, а также предварительный просмотр контента. Теперь недоступны. В то же время смартфон получил поддержку технологии Haptic Touch, который работает по принципу длительного нажатия, а не нажатия с усилием, как в 3D Touch. К сожалению, в настоящее время Haptic Touch в iPhone XR работает только в нескольких местах, таких как пункт управления для открытия дополнительного переключателя и меню и экране блокировки при работе с уведомлениями. Длина нового смартфона – 150,9 мм. Ширина – 75,7 мм. Толщина или глубина – 8,3 мм. Середина между размерами iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Давайте распакуем его. Так, это у нас вот эти все инструкции. по использованию iPhone XR, но я думаю, я разберусь. Тут вот эти все вкладыши, две наклеечки Apple, я их куда-нибудь наклею. и ключик, чтобы доставать и вставлять с ним. И сам iPhone. Вот, мы тянем за вот эту, вот за эту штучку. Сейчас выбираем ее в сторону и снимем пленочку. Он желтый, кстати, да, я уже говорил. Он не алюминиевый, как другие iPhone. Ну, вот, вроде седьмой iPhone был алюминиевым, но задний корпус был. Также он безрамочный. Ну, тут есть челочка и вот такие еще рамки. Хотя он должен быть безрамочный. Кнопка включения. Большая уже у пятого S, я помню, здесь была. Ну, громче, тише и звук включает полностью. Сейчас давайте его открыть, он из 1.0. Так, он вот так включается. Ну, он уже настроен. Вот. Значит тут все работает. И тут, кстати, вроде где-то было написано, что камера у iPhone XR 4K. Давайте сейчас сравним с предыдущими моделями iPhone X. Ой, альфонов просто. Давайте сравним три модели альфонов, которые у нас есть. Но это, конечно, естественно не все. У нас их гораздо больше. Но мы их не знаем, потому что они анатибленные, но похожие. Давайте их сравним. В сравнении мы примем пятый S, 7 Plus, Jet Black цвет этот белый серебристый и XR 2018 года. Это уже мой в желтой расцветке с алюминиевыми краями в золотом цвете. Первое отличие у этих айфонов, как я и сказала ранее, что при прикосновении малейшим к экрану айфона он загорается. Смотрите, вот видите, это XR 7 Plus. У него такого не наблюдается. И у пятого S, ой, да, пятого S, конечно, тоже нет. Потому что он уже очень старый. Вот. Вот это рамочка. Тут кнопки нет у айфона XR. Можно, конечно, сделать вот эту кнопочку. Я ей пользуюсь, но не так часто. Я уже освоился. И могу вот разные панели управления, открывать его с помощью Face ID и паролей. Ну вот. В 7 Plus есть только Touch ID. И, естественно, в XR, так как нет кнопки, нет Touch ID. В пятом S есть Touch ID. Но 5S был первым айфоном, который получил Touch ID. И там дальше уже шли до, вроде, восьмого, плюс и восемь. И дальше уже все. Без рам, что ли. Вот. Также вот это верхняя панель. У XR это просто вот такая челочка. У 7 Plus это вот такая рамка. И у пятого S тоже рамка. Вот. Также отличаются расположением кнопок. Вот. Кнопки включения и выключения. У пятого S кнопка вот здесь, кнопка включения. Вот эта маленькая серебристая кнопочка. Это, я думаю, удобнее, так как он маленький. Но если он большой, то удобнее будет вот эта кнопка. На iPhone XR. Потому что она большая и сложно куда-нибудь туда нажать. В отличие от iPhone 7 Plus она больше. И удобнее, естественно. Теперь динамики. Вот эти вот штучки. Пятый S. У пятого S много вот этих дырочек, этих динамиков. Также есть разъем для зарядки и разъем для наушников. У следующих iPhone'ов начиная с шестерки и дальше заканчивая другими. Вот XR, там XS Max и XS. Это самые новые 18-го года. В сентябре они презентовались. На презентации Apple там Тим Кук рассказывал про эти iPhone. Там реклама была. Очень крутая всегда такая цветная, яркая. У 7 Plus там нету разъема для наушников. Apple сделали такое решение, что наушники у них там вот это. Это разъем такой, как у Lightning. Вот. И, естественно, у XR то же самое, что и у 7 Plus. Вот. По размерам экрана. Давайте их сравним. Конечно, вы уже знаете, кто самый маленький и кто самый большой. Самый большой это XR. Ну, если вот так по длине. Он примерно такой же, как и у 7 Plus. Но мне кажется, что немного куда-то шире. Это только надо измерять как-то. Вот. Вот. Ну, у 5 Plus. У 5 Plus очень маленький экран. Ну, а раньше это был... Это был вообще очень огромный iPhone. Прям вообще гигантский. Прям... Там четверка еще маленькая такая была. Там еще тройка и 2G. Они вообще маленькие были. Вот. Вот. Теперь безопасность. Безопасность. Самая лучшая, конечно, у XR. Самая худшая у 5S. Вот. Ну, потому что, конечно, XR самый новый и 5S самый старый. Он там какого-то 11-го или 12-го года. Но вообще мы его купили в семнадцатом году весной. Вот. Этот вроде в семнадцатом году. Зимой и там, когда он начинал в семнадцатом этот. Вот. Вчера купили. Вот. Рамки. 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 У XR алюминиевые рамки золотые, так как он желтый. Ну, золотые. Золотые рамки у него. Вот. И задний корпус у него стеклянный. Как я уже сказала ранее, стеклянный корпус позволяет заряжаться от беспроводной зарядки. Это... Такая функция была введена с восьмого... Введена с восьмого номерафона и дальше. Вот. 7+. Ну, все вот тут стеклянное, это металлическое и стекло. Вот. 5S. Ну, он тут как кирпичик. Вот. Он металлический, очень прочный. Правда, вот это вот стеклянное, конечно, а вот это очень прочное. Это очень сложно сломать и разбить. Эээ... Ээ... У меня тут даже... Нет, тут нет тресков, но их приходят. У меня такое было. У меня такой же был 5S. Ну, такой чёрный-серый. Эээ... Эээ... Ну, хорошие фотографии. Там портреты, знаете, все панорамы, но разные функции есть для фотографии. Там очень хорошая. Я потом всё покажу. Эээ... Далее... Си-плюс. Си-плюс двойная камера и, конечно, большой фонарь. Эээ... Фонарь такой же, как и у XR. Эээ... Ну, ну. Может не такой же, а может посветлой, может похуже. Не знаю. Но... Похожий. Эээ... Вот. Двойная камера. Эээ... Вроде она не 4К снимает. И самый худший, это 5-ый S. У него камера, ну, уже достаточно старая, ну, он сам достаточно старый, но так-то, я думаю, считаю, что он лучше SE, потому что, ну, SE какой-то, ну, типа, то же самое, что и 5-ый S, только с процессором, как у 6-ого, там, помощнее, немного, не знаю. Ну, вроде, в магазинах видно было, что он, как бы, между 6-ым и 5-ым, но, я думаю, вот, 5-ый, ну, короче, 5-ый не больше нравится, вы уже поняли, там, просто, если там больше трезов, там, помощнее и процессор, дольше разряжается. И последнее, то, что мы рассмотрим, это расположение вставления симок, симка, вот здесь, да. У них, у этих айфонов, у всех одинаковые симки, ну, как, не одинаковые, в смысле, я имею в виду, что по размерам симки у них одинаковые, но расположение, так, но расположение, так, но расположение вставления, раздемок симок у них разное, вот. И у 4-ого, 4-ого S, у нас тоже он есть, делает, вот, у него симка была уже большая, такая, как у G- каких-то старых, ну, короче, вот. Вот, у XR внизу, так, у 7-ки, а вот он, вот здесь, расположенный разъем для симки, вот, и у, вот, разъем для симки, и у 5-ого S, самый видный, наверное, да? Ну да, самый заметный, серебряный, вот, тут, вот он, кнопочки, конечно, у 5-ого, S, V, Y, вот, которые громкость прибавляют, потому что, ну, хоть они и маленькие, хоть он сам маленький, и толстый, хотя нет, и XR, ну, они по толсости одинаковые, вот, и у них, вот эти кнопочки, тут, они нарисованы, значки, плюсик, вот здесь плюсик и минус, и минус, то есть вот, которым включает, ну, включает, ну, у XR то же самое, только кнопочки побольше, конечно, и вот такая вот подключалка. Вот, и у 7-ки плюс, конечно, то же самое, что и у XR. Мы посмотрели сегодня все эти айфоны, и давайте, ну, чтобы не разбить айфон, XR особенно, новые, они там дорогие, вот, покупают чехлы и защитный тонк. Защитный тонк мы потом наклеим в магазине, а чехол мы купили, давайте его рассмотрим. Давайте, как я уже сказала, рассмотрим чехол. Чехол, я люблю, такие чехоленькие, феррари, иногда красные, у меня вот на пятом S был красный, я даже потом его в конце видео, когда будем подводить итоги, я там вот с ним этот айфончик, ну, как бы я с ним там другие айфончики, вот с этим, вот, я там покажу чехольчик, красненький для айфона 5S. Вот, давайте распакуем вот этот, мы ее, в общем, распаковывали, вот. Тут есть вот такая вот тянучка, мы за нее, ну, короче, мы за нее, подождите, а вот, мы за нее тянем, и тут дело трое. А, так, вот, вот, смотри, тут написано iPhone XR, что вот для этого и нужно написано, ну, короче, это такие вот специальные штучки в чехлах, наверное, у вас тоже есть, если у вас такие птички в чехле, И там для кредитных карточек, айфончик, айфончик, айфончик. Давайте прочитаем, что сзади написано, Slim Profile, Drop Protection защита от падения, Easy Snap-on, это значит легко снимать, надевать, снимать профиль, это вот такой, ну, как селепон. Написано Ferrari official license product, это Ferrari лицензионный продукт. Вот, сам чехол, он кожаный, я не знаю, может кожаный, значок Ferrari. Мне этот чехол, если честно, нравится больше, чем тот предыдущий, который он запрятывал, я уже рассказывал. И там он красный, надежный, да? О, красивый был, по красоте, как говорится, бил с соком. Вот, и он по красоте, чтобы с соком давлять, вот. Значок тут, в общем, прям все эти мускулы, эти лошади, нарисованы вот эти швы. Они красные, такие красивые. Я уже думаю, что тут один минус есть. Ну, этот, он такой, как минус, он во всех таких чекольчиках. Вот, это, как я и говорила, слот for cards. Вот, тут есть такая, вот, три этих слота. И тут есть вот такая карта, что написано Ferrari official license product. Феррари официальная ценизованная продукция. Ээээ, да. В Испании там написано всякие штучки. Вот, он такой тоже, а тут еще... Удерриа, Феррари. Вот, тут такая штучка с порогом. Вот, и тут как будто для Икс, хотя камера не двойная. Вот. Ну, это нужно для... Для камеры и фонарика. Давайте его вставим. Раз. О, какой красивый. Он прям нарядный. Ээээээ, я как... Ээээ, ну, так, щас... А, ну да, я как и говорила, что я уже не видел динжерс. Это, так как он такой плотненький достаточно, мне нажати на вот разные различные точки, допустим, выключения, надо положить на MSB. Ну, в принципе, это минус, не знаю. Для камеры, вайс, тоже такой минус был. Вот. И вот такой альфонтик. И давайте подводите роги. Я тут размножила все шпочки для этих всех iPhone 3, Ferrari все, ну вот эти конечно старенькие, этот сегодня мы купили, мне папа купил. Вот, симку тоже купил, вот, и вот эти два кончика, этот папин, а этот старый, вот. Это, я как и обещала, сейчас покажу вот этот чекольчик, и покажу, почему он мне так нравится. Во-первых, тут серебряная лошадь, ну тут тоже серебряная, но хотя бы у нее все эти мускулы и всякие вот эти прорисованы, вот эти все ее, все, все скулы, или что это, не знаю, вот эта полосочка, черненька, Ferrari, не знаю, сзади написано Ferrari, ну конечно, он полярный, сиди не помогли, а это все, вот, нет, седьмой плюс, или восьмой плюс, но они одинаковые. Тут нет вот этого для Cuts, 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 так, и тут есть Cuts, сзади, странно конечно, но тут лошадь золотая, поэтому, у меня чекольчик не самый крутой, но все равно. И чемпион нашего боя среди трех айфонов, это XTR, это мой новый айфончик, с золотыми краями алюминиевыми, с задним конкурсом из стекла, и можно разбить в комок. Как я уже сказала, у людей, которые руки растут не оттуда, не из нужного места, а он может и каст. И вот, кстати, лошадка очень красивая, я уже как сказала, у меня всякие вот эти фишки вырисованы, вот, и, из-за того, что он в карте. Вот. Содержимое, кстати, на 64 гигабайта, я забыла сказать. 64 гигабайта, да. Я вначале показывала там, что у кого-то есть, и все. Вот. Ну, я, конечно, зарядку, конечно, уже достала, и вот эти все вилочки, потому что надо заряжать моего вчера поперед. Мы просто двойные видео снимаем. Вот. И давайте его откроем наушники. Я их не открываю. Потому что я открыл немножечко, немного надул. Но остальное не открыл. Вот, видите, все запаковано, красиво, прям четенько, как Apple. Вот. Вот. Конечно, у щелочки и пятерки там было покрасивее, да, и по красочке, вот, где-нибудь на законе. Там были такие пластмассовые коробочки, они прям красивые, беленькие. Ну, беленькие, да, но все равно красивые. Там можно каждый раз пить туда ссор. Наушники мне, конечно, не нужны, если мы будем ходить на воду, они просто как-то валятся, у вас секретарь технологии. У нас их новых в воде очень много, они там везде пациентов просто не лежат. Вот. Они, короче, не нужны. Как я уже говорил, вот этот разъемчик. Ну, допустим, смотрите. XR. XR. Наушники вот так вставляются. Вот. Так же, снимок то же самое, а пятерки S поинтереснее. Тут, как бы, если у вас такие наушники есть, можно и так снимать. Ну, как-то включаются. Да, включаются. Вот. И есть наушники для 5S. Конечно, у нас уже их нету, потому что они уничтожены. Вот. И их уже нет. Я ставлю на фону XR 10 из 10. Да, вот. Потому что вот 10R можно, Потому что вот 10R можно, у него как сравнить с SE 16-го года. Ну, конечно, с ним вообще кровально, мне кажется. Ну, вообще, всем он нравится, потому что он как-то сделал 20 тысяч, ну, он как... Как штой, но... Ну, он фигук. Вот. Ну, это я так считаю. У вас можно такой. У меня вот. XR 10 из 10. Он как SE. У меня нет. Только он прям такой... Навороченный. И супер. Такой крутой. Я думала, он такой фигурный сначала. Он как... Я думала сначала, что он как 7+. Ой, 7. Я думала, у него нет безрамочный. А потом узнал, что у него из безрамов. Прямо бомбез, да. Он тоже как в чем есть. И 7+. Я тогда... Ну, я не делала обзор никогда. И, может быть, больше не буду. Ну, когда-нибудь сделаю его. с dwarf. А вот этому. Как они делали ну ... бо либо обзоры бы.. Ой, айфон. Наборы. Айфон... Этому я оставлю 9 из 10. Так он какой вообще свято огромный. И 5 Si. Сейчас ставлю 2 из 10. Цвет. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!